В густых львях клёна темникова синица, Пёстрые дрозды носили среди пихт и сосен, С золотыми и острыми солнца переливался В лицам изнутри в угол. А в небесной синеве были белые редкие облака. Неподвижные, кукольными глазами смотрела Мадонна на меня, На деревья, на горы. У её ног лежали недавно вставленные стариками цветы. И от них доносился еле уловимый, грустный, лёгкий запах уведания. За что, женщины, люди поклоняются тебе? Мысленно спрашиваю я себя, всматриваясь в бледно-жёлтое лицо каменной девой. Ведь ты выдуман людьми. Ты никогда не жила на свете. А даже если ты была Мария, То чем заслужила ты поклонение и что свершила ты в жизни? Если верить в ангелистов, Ты вышла замуж за годника, родила сына, И потеряла ему. Смерть сына. Тяжкая. Неизбывная горя для матери. Но разве нет на земле матерей человеческих, Испытавших более страшную дару судьбы, Чем те, которые были не способом тебе? Кто же изменит их горы? Кто исчислить все их утраты? Кто им воздаст за их неустанный труд? За материнское терпение, за пролитые ими слёзы, За любовь к людям, за всё, Что свершили в переживании моими жизни На любимой и нелёгкой земле. Так думал я, Сматриваясь в раскрашенное лицо каменного дела Марии. И вдруг не вспомнилась одна женщина, Которую я не смел, Не имел права забыть. Однажды, в годы войны, Наши путись не случайно пересеклись. И теперь, спустя много лет, Я не могу, верю, сказать о ней, о нем.